Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 февраля и вот сегодня на один вопрос в комментариях я хочу ответить более подробно, снять видео. Вот Надежда Гончарова спрашивает, Оля, здравствуйте, скажите, вы петлей пробовали томаты пересаживать? И тут же Галина Клокова спрашивает, а это как? Таких вопросов очень-очень много, очень часто люди спрашивают именно про пикировку томатов петлей, про пересадку томатов петлей. И я всегда говорила, что нет, я никогда не использовала этот метод. И тут знаете, очень много было комментариев, что метод очень хороший, что от вытягивания хорошо предотвращает вот эти вот сорта, которые высокорослые, эндотерминатные. И когда количество вот этих вопросов превысило все допустимые нормы, я решила все-таки нынче попробовать на пробу. Только на пробу, чтобы посмотреть, действительно ли это такой универсальный метод, вследствие которого и кисть плодовая будет низко над землей. Вы знаете, что у многих томатов эндотерминатных есть такой недостаток, вот как я ботяню попробовала, хочу посмотреть. После 9, 11, даже 12 листа у некоторых сортов начинается вот эта зависть, висит цветочная кисть и получается, что он растет, 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 растет почти метр. И только примерно вот на таком расстоянии висят плоды. И вот сторонники этой пикировки петлей, они говорят, что при таком способе плоды низко, начинается первая плодовая кисть и вследствие этого уход упрощенный. Но все это мы узнаем только летом. Сейчас я вот Надежде ответила, что в этом году впервые на пробу всего 3 штучки ботяни я распикировала петлей. Когда я пикировала, мне было некогда снимать, я даже не знаю, как это можно было показать, потому что он там внутри в стакане, сверху моя рука, камера бы все равно это не передала. Я вам сейчас покажу, как он выглядит сейчас и потом, ну с интервалами примерно там в месяц, в 3 недели я буду вам показывать и вы увидите все изменения вот этих томатов распикированных петлей. Ну и вот тот самый ботяня, тут и показывать в принципе нечего. Вот смотрите, распикированный просто так, видите, вот они семидольки, распикированный просто так ботяня, он выглядит вот так вот у меня. Распикированный петлей, видите, он какой, он у меня в таком большом стаканчике, я его уложила туда, вот так вот по кругу и вот кончик оставила. Сейчас он когда будет отрастать, видите, он поднимается, отрастает, я буду снова его вот так вот петлей закручивать. И говорят, что несколько даже, ну по спирали раза два можно его крутануть и землей подсыпать, конечно. Уже и так видно разницу, что сейчас если я землю вот сюда вот так досыплю, то этот ботяня будет вот такой маленький, а этот ботяня, видите, уже какой высокий. Вот этим мы уменьшаем рост вот этих индетерминантных, высоту, то есть у него будет кисть пониже к земле и увеличивается сильно корневая система. Он даже в росте остановился намного дольше, сидел, потому что там вероятно вот вся эта спираль, которая вот так вот закручена, наращивает корни. Но я говорю, показывать еще нечего, я потом попозже покажу, примерно через месяц, какая в них разница. Но этот у меня вот, буду постепенно грунт подсыпать. Вот они посеяны в один день, вот это ботяни-ровесники.